Ты ослушался меня и встал во сторону своих врагов. Ты научил этого мальчика преданному служению. Как ты мог совершить такую глупость? Нехорошо, так оскорблять Брамана. Ты, наверное, забыл, кто наш отец. О, враг царя Индры. Ни я, ни другие не учили твоего сына тому, что он сейчас здесь сказал. Склонность к преданному служению возникла в нем сама по себе. Поэтому не гневайся на нас и не возводи напраслену. Ты самый падший в нашем роду. Если тебя этому не учили, где ты набрался таких вздорных идей? Люди, поглощенные мыслями мирских наслаждений, выбирают себе гуру или лидера из челосла таких же купцов, как и они сами. Такие люди не могут понять, что цель жизни одна. Вернутся домой к Господу Вишнам и посвятить себя служению Ему. Как слепой, идущий за другим слепым, сбиваются с пути и падают в яму. Так и материалистичные люди, сбившиеся с пути, падают в бездомную пучину материального существования, где и снова и снова преследуют тройственные страдания. Очистить свою жизнь может лишь тот, кто посвятил себя служению Кришне, укрылся под сенью лотосных стоп, верховной личностью Человечной. Убейте этого мальчишку, а демоны! Он достоин смерти! Убейте его сейчас же! Убейте, парчик Пахлана, убийца моего брата, ибо он, словно, ибо он отмерз свою семью, ради того, чтобы, словно простой слуга, служить нашему врагу, Господу Вишну. Если какая-то часть тела поражена опасной болезнью, то ее нужно отрезать. И даже сам сына нужно убить, если он настроен в тебе на всех. Сколько ненависти было в сердце демона, если он решил убить даже собственного сына. За то, что тот был преданным Господу Вишну. Да, и, знаете, ведь не было силы, которая смогла бы сломить Херамика Шипу. Это все из-за благословения, которое он получил от Творца Вселенной, Господа Врамы. После того, как Херамика Шипу одержал легкие победы над всеми полубогами и захватил все планеты, он стал верховным правителем мира. Но этого ему было мало, потому что на следующем уровне сила и ум человека ничего не значат. Все решает Аскеза. И он смог это понять. Поэтому после долгих войн он отправился на гору Мантара и стал совершать суровое жертвоприношение. Он совершал Аскезу, стоя лишь на больших пальцах мох и подняв руки и воздев гневу своего зря. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 И теперь начинается следующая часть нашей истории. Я называю ее Светлой, потому что до этого момента солдаты Хирани Кашипу просто пытались убить мальчика. Но у них ничего не получалось. Они пытались бросить прохладу с высокой скалы, отравить ядом, жечь огнем. Ай, я помню, это... Жечь огнем. Но у них ничего не получалось. Прохлад, я же все время повторял. Жающий Хари, жающий Хари, жающий Хари. Шанда и Марка, учителя демонов, сразу догадались, что все это бесполезно. Нет силы, которая смогла бы сломить прохлада. И в какой-то момент они остановили Хирани Кашипу. Прохлад. Всего лишь ребенок. Он не может причинить его вреда. В конце концов, его доставинство и недостатки ничего не значат. Знаем, что, стоя тебе шевернуть, правильно, как правители всех, планет приходят в ужас. Один без силы его помощи завоевал всю Вселенную. Так что тебе нечем беспокоиться. В любом случае, когда он подрастет, он освоит наше наставление, послушает нашему духовному учителю, его разуме пойдут перемены. И они снова привели прохлада в школу. Учителя стали ласково говорить с ним и, возможно, угостили чем-то сладким. Они догадались, что с этим мальчиком нельзя говорить с позиции силы и власти. Учителя снова стали преподавать ему учение Асура, как очень важное и нужное для общества науку. Очень важную и нужную для общества науку. Они погружались в прошлое и пытались при помощи истории оправдать свою ненависть к полубогам и Вишнам. И именно с этого момента, на мой взгляд, должно все поменяться. Я думаю, что мы, наверное, даже бы смогли взвинуть на эту историю другими глазами. Возможно, даже женскими. Потому что им тоже нужно отвлекать свою. Потому что они также распространяют книги, моют кухни, никогда даже строят храм. И, конечно же, смотрим за письмо. И вы, представлены, все, конечно же, должно быть по-другому. Все светлым, ярким и топом. И в школе Асура учились также другие дети. Дети полководцев и министров. Но они никогда не относились к прохладу враждебной. Напротив, они пытались всячески защитить, дружить с ним и защитить его. Эй, прохлад! Это мы, твои друзья! Не бойся, учителей нет. Мы удивлены твоей стойкостью и чудом спасения. Да, твое спасение и те речи, которые ты говорил, мы никогда не слышали подобное. Те, у кого достаточно разума, должны с самого начала, с детских лет, использовать свою человеческую жизнь для того, чтобы заниматься преданным служением. А не чем-то иметь. Родиться человеком – это редкая удача. Хотя человеческое тело, как и все другие телопрены, оно обладает особой ценностью, ибо позволяет преданно служить Господу. Но ведь учителя говорят, что высшей целью общества является удовлетворение чувств, развитие, достаток. Счастье, которое мы испытываем при помощи чувств, доступно в любом и даже в животном теле. Такое счастье – результат нашей прошлой корнической деятельности. И чтобы испытать его, нам не нужно прилагать усилия. Счастье к нам приходит само собой, так же, как нам приходит в людях. Нет, учителя говорят, что счастье – это плод общих усилий, всех людей. Все это – пустая трата времени и сил. Занимаясь такой деятельностью, мы никогда не обретем истинного блага. Но если человек попробует развить в себе сознание грешни, он непременно достигнет свое «я» и поднимется на духовный уровень. Поэтому, если человек, живущий в материальном мире, способен отличить истинное от ложного, то пока он молод и полон сил, ему надлежит стремиться к высшей цели жизни. Каждый человек может прожить до 100 лет. Однако тот, кто не владеет своими чувствами, навсегда теряет половину этого срока, ибо, находясь в невежестве, он спит по 12 часов. Так у человека остается только 50 лет жизни. В детстве, в первые 10 лет жизни, ум ребенка еще не раз. А в следующие 10 лет жизни он проводит во всевозможных забавах и играх. Так человек теряет 20 лет своей жизни. Кроме того, в старости, когда болезни и немощь одолевают человека, и он не может заниматься даже материальными делами, он еще 20 лет проживает в пустую. Человек, который не владеет своим умом и чувствами, из-за ненасытного вожделения и неодолимого желания, все сильнее привязывается к семейной жизни. У такого человека, и даже в таком положении, он не способен преданно служить Господу из-за неотвратимой иллюзии. Разве может человек, привязанный к семейной жизни, освободиться из материального рабства? Такой человек, сильно опутанный привязанностью к своей семье, к жене, к детям и к другим родственникам. Деньги! Дороже всего на свете. Кому удалось избавиться от желания каких-то богатств? Особенно, если у человека есть семья. Воры, наемные воины и торговцы, родители готовы рисковать даже собственной жизнью. Как может человек, который нежно привязан к своим близким и всегда хранить в сердце их образы, Остаться от общения с людьми, особенно женой. Жена так добра к своему мужу, и полна сочувствия к нему, оставаясь мужем на идее. Она приносит ей много радости. Молодец, что расстался с любимой и любящей женой. Маленькие дети, так приятно. А его пожилые родители, взрослые сыновья и дочери, также очень дорогие ему, дочь, особенно дорога отцу, поэтому они пристанно думают о ней, даже когда она находится в доме мужа, как человеку расстаться со столь любимыми, 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 любимыми? Кроме того, у него есть слуги, домашние животные, а дом обставлен красивой мебелью, разве может человек от этого всего отказаться? Человек, привязанный к семейной жизни, подобен шелкопряду, который вьет кокон, а потом сам же из него не может выбраться. Такие люди, ради того, чтобы удовлетворять потребности половых органов и языка, которые вечно оставаться в радости материального мира, как же им опрести свободу? В материальном мире даже те, кого принято считать образованными людьми, склонны проводить различия между своим и чужим. Такие люди, ограничившись лишь понятием семейной жизни, то и дело и знают, что обеспечивают всем необходимым своих родных и близких, а значит, действуют не умнее, чем невежественные кошки и собаки. Такие люди, сбитые с толку материальной энергии, то и дело, такие люди, сбитые с толку материальной энергии, не способны проявить интерес к духовной науке. Как же можно узнать демона? В чем их отличие? Ведь мы тоже являемся сыновьями асуров и демона. Те, кто с лишним привязанным к славе, женщинам, деньгам и мягким постелям называют демоном. Хотя вы родились в семье демона, держитесь от них подальше и ищите покровительство у Верховной Личности Господа Нарая. Я получил духовное знание благодаря великому святому Нарадому, который непрестанно служит Господу. Дорогой Прохлада, ни ты, ни мы не знаем, милых учителей, кроме Шанда и Марки, сыновейши Крачари. К тому же мы находимся у них в подчинении, а уж тебе получить возможность общаться с великой душой совсем не просто, потому что ты всегда живешь в доме своего отца. Поэтому, пожалуйста, объясни нам, будь добрым, как тебе удалось услышать Нараду. Когда мой отец, Кирану с Каширой, отправился на гору Магнера-Чала, чтобы совершать суровую аскезу, полубоги во главе с Индрой решили сломить силы демона и пошли на них поймать. Предводители демонов, видя небывалый натиск полубогов, убивавшего одного демона за другим, за другим пустились бежать кто куда. Они переживали только за то, как спасти собственную жизнь, и в панике бросали своих жен, детей, скоты и имущества. Полубоги, одержав обеданных демонов, разорили царский дворец Кирану и Каширой, а мою мать, царицу, владыка Раша Индра, приказал взять под стражу. Но неожиданно в отборце появился Нарадамуни, который остановил полубогов, ребенок, которого Ананусе в своем чреве совершенно невинен. Он могущественный слуга Верховной Личности Бога. Он освободит весь мир от страданий. Он сделает то, чего не можете сделать вы. И перед ним можно только скрыться. Отправляйтесь в свои обители и ждите вас. Не бойтесь, Господь защитит вас. Не бойся, Гарри, не бойся. Все уже позади. Они напали на дворец. Всех перебили. Меня прибалокли к Эйзре. Я знаю. Все уже позади. Они, наверное, хотели меня убить. Все кричи, кричали вокруг, указывали на меня. Это беременная жена Хирания Хашипу. Ее утропит будущий Арсур. Мы можем в один момент покончить за всей его династией. Я благодарна вам за спасение. Мой муж Хирания Хашипу будет благодарен. Что ты? Я ведь отшел. Вы вряд ли не слышите, что по так. Я не могу для того, что он изместил. Замок разрушен. Могу боги еще не вернулись в свои обители, а муж твой совершает суровую эскезу в пустынном месте. Узнав, что ты покинула мой ашрам, полубоги могут вновь наполниться жаждой легкой мести. Осталась я здесь, в моем ашам, в царство плавности. А вода здесь вкусна и прозрачна. Если где-то не можно укрыться от неприятности, то это только здесь. Знания, которые лишены свободно от материальной сквера. Даже если ты ничего не сможешь не взять, это знание само найдет свою услуги. Оставшись в этом ашраме, моя матушка служила народом университета. Народому наставлял и моя мать всю женщину ей, и у меня, снаходящегося, сделала с ней. В тех пор прошло много мое зрение, и моя мать, будучи женщиной, не обладая сильным названием. Она позабыла все, о чем говорила Народ. Но я получила от этого великого святого особое благословение, помни его слова и по сей день. О, сыновья демона, верховную личность Бога невозможно удовлетворить, став безупречным грамоном, великим святым. Господь доволен лишь тогда, когда видит нас чистую, непоколебимую преданность к нему. Служить лотосным стопам Горинды, причиной всех причин, и видеть его везде и всюду. Вот единственное, к чему должны стремиться жители материального мира. Именно в этом, как гласят в богаткровенные писания, заключается высшая цель человеческой жизни. Цари Кришна, Цари Кришна, 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 Кришна. Цари Кришна, Цари Кришна, Цари Кришна, Цари Кришна. Не говорят, что прохладно начал пить Киртон вместе с детьми Асуров. Ну а как это было? Какие они пели мелодии? На каких инструментах играли? Мы вряд ли об этом узнаем. Но каждый представляет этот киртан в осмотре с теми мелодиями или исполнителями, которые нравятся лично ему. Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна Кришна! Харе Харе! Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Харе! А мне нравится мелодия та, которую по воскресеньям поют в храме на программе. Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Харе! А я люблю. Вот так. А я, когда мою кухню, иногда одеваю наушники и слушаю Дакую. А я, когда мою кухню, иногда одеваю наушники и слушаю Дакую. А я, когда мою кухню, иногда одеваю наушники и слушаю Дакую. А я, когда мою кухню, иногда одеваю наушники и слушаю Дакую. Я, когда мою кухню, иногда одеваю наушники и слушаю Дакую. Я, когда мою кухню, иногда одеваю наушники и слушаю Дакую. На свете было много губцов, вроде тебя. Мы хотели бороться с шестью врагами, способными отнять у человека все его достояние. Эти губцы гордо думали, я победил всех врагов на всех десяти направлениях. Но на самом деле, если человек победил всех врагов и видит равенство всех живых существ, ему больше не с кем враждовать. Ведь враги — это плоть воображения невежды. Мерзавец, ты считаешь меня губцом, который хуже тебя владеет своими чувствами. Много же ты о себе мнишь, как видно тебе не терпится принять смерть от моей руки. Такой вздор обычно несут те, кто в отвод расстанется с жизнью. Несчастный, прохлада. Ты мне все время говорил о каком-то высшем существе, отличном от меня, о неком верховном повелителе, что стоит везде и повсюду. Если он бездесущ, то почему я не вижу его в этой, в этой, в этой колонне? За то, что ты болтаешь всякий встал, я сейчас же снесу тебе голову. И посмотрим, как Бог, которому ты так веришь, придет к тебе на нож. Хотел бы я это видеть. Это пулки, пронзительный раскат грома, которого никто раньше не слышал, прогремел в зале собраний хирания кошекуга, собравшегося в пикку собственного сына. Это надо еще. Услышав небывалый гром, предводители демонов испугались. Никто из них не мог понять, откуда он донесся. Извергая непрерывные потоки брани, хиранья кошеку скачил со своего трона и яростно ударил по колонне. От этого удара галлона разлетелась на куски. И из нее вышел Господь в образе удивительного существа. То ли льва, то ли человека. Хирания кошеку стал внимательно разглядывать стоявшего перед ним Дрисим Хадеву, пытаясь понять, кто же это такой. Господь в этом облике был поистине прекрасен. Его гневные глаза светом были похожи на расплавленное золото. А огромный и ужасный лик казался еще больше от окружавшей и сияющей его гривы. Его уши стояли торчком, а ноздри и отверстный зев напоминали горные пещеры, а клыки врушали страх в сердца демонов. Тело Нрисим Хадевы касалось небосвода. У него была очень короткая и толстая шея, широкая грудь и тонкая талия. А тело покрывали серебристые, как лунный свет волоски. Руки Нрисим Хадевы, подобно армии могучих воинов, простирались во всех направлениях. Ибо он своим оружием, диском, булавой, раковиной и цветком лотоса уничтожал всех демонов и других негодяев-безбожников. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И наконец спотел его. Какой-то мир! Господь Тарасю Хадева посыпал Хераника Шапу Выискать будь из его рук. И потому Хераника Шапу Подумал, что Господь испугался его топливости. Забрав последнее воскресник, как привел дыхание. И забрав последние силы, Схватив свой щит и меч, Яростно набросился на Господа. Хераника Шапу Носился по небу, А то по яросту, То по небу, То по земле. И орудиями черных щитов Отбивал удары Одним за другим. Но! Иродный Господь Тараси Обладающий неповерной силой Схватил Хераника Шапу И засмеялся От этого проразительного света Хераника Шапу Охватил ужас Господь Тарасим Хадева Схватил тема Боже, Сел на трон И прямо на своих коленях Разорвал тело Хераника Шапу На счастье Схватил 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 И великолепие Он сел на превосходный Царь Схватил Все присутства Вовши вору Были охвачены Благоговенным Страхом Перед Господом И не осмеливались Подойти, Чтобы выразить Почтение. Полубоги Стояли в страхе Перед Господом Ни Господь Брахма, Ни Господь Шива, Ни сама богиня Удачи Процветания Лакшми Не могли Унять гнев Верховных Господа. И только Когда сам Прохлад Взял гирлянду Из цветов И приблизился к Господу, Только тогда Получеловек Полулет Успокоился. Он взял Прохлада И возложил Ему на голову Свою лотосную руку, Которая Дарует Бесстрашие Всем Преданным Господу. Мой дорогой Баст Господь, Я совсем Не боюсь Твоей наводящей Ужас Пасти Языка, Твоих Глаз, Тияющих, Как солнце, И нахмуренных Бровей. Я не боюсь Твоих Острых И крепких Зубов, Не боюсь Вистящей На Тебе Гирлянды Из внутренности, И меня не совсем Не страшит Твоя Кровавленная Грима. О, Мой дорогой Господь, Теперь я знаю Цену мирским Богатством, Мистическому Могуществу, Долгой жизни И прочим Материальным Благам. В образе Всемогущего Времени Ты уничтожаешь Все наши Достижения. Я убедился В этом, И поэтому Не хочу Обладать Мирскими Благами. Прости, Материалом Несчастного Отца, Который Из-за Своего Невежества Осмелился Бросить Вызов Тебе. О, Господь, Пожалуйста, сделай так, Что бы оказался рядом Своим чистым делом И позволил Искренне Слушать Тебе. И Господь Нарасим Хадела Ответил Своему Преданному. О, Добрый, Детельный Проглавный Лучший Я очень Доволен Тебе. Потому Ты можешь Просить Все, что ты желаешь. Знаешь, что я единственный, кто способен выполнять желания всех существ. Поэтому ты можешь Просить ему все, что ты желаешь. Потому что самая возвышенная и мудрейшая Личность и служит истинно Богу. В разуме от совмешения в своем отношении в единственном и поспособном солнцовом желании кухня кухня вымыт. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты